Банкротство физических лиц это тема, которая волнует многих должников. В нашей экономической реальности все чаще возникают ситуации, когда люди не могут выплатить свои долги и оказываются на грани банкротства. В таких случаях крайне важно знать свои права, чтобы избежать ненужных проблем и минимизировать риски при прохождении процедуры банкротства. В этом видео я собрал топ 28 вопросов по банкротству, которые помогут вам разобраться в этой сложной теме и принять правильное и взвешенное решение. Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами на связи Станислав Мурулев, юрист по банкротству физических лиц. В сегодняшнем видео я отвечу на топ самых популярных вопросов по банкротству, которые задают мне клиенты и подписчики. Но перед тем, как мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, в котором я публикую только свежую и уникальную информацию, которую вы не найдете больше ни в одной из моих социальных сетей. Ссылку на канал я оставлю в описании к этому видео. Что делать, если пристав снимает все деньги со счета? Самое главное, что вы должны в этом случае знать. Списывать полностью всю вашу зарплату пристав не имеет никакого права. По обычным долгам, например, по ЖКХ, кредитам, займам, пристав может удерживать не более 50% от вашего официального дохода. По долгам, связанным с элементами и возмещением бреда здоровью, не более 70%. Также вы вправе требовать от пристава сохранить за вами прожиточный минимум. Для этого вы можете направить заявление приставу лично, либо через портал госуслуг. Дадут ли банки кредит после банкротства? Взыскатели и коллекторы активно распространяют миф о том, что после признания вас банкротом вам больше никогда не дадут кредит. Исходя из практики, это не так. После процедуры банкротства вы также сможете брать кредиты. Единственным важным условием для банков будет наличие у вас стабильного официального дохода. Ну и не забывайте при взятии кредита уведомлять банк о том, что вы были признаны банкротом, как того требует закон. Можно ли проходить процедуру банкротства, если у вас ипотека или автокредит? Ответ на этот вопрос простой. Да, конечно можно. Никаких ограничений в этом плане нет. Но вы должны иметь в виду, что любое залоговое имущество при банкротстве будет у вас изъято и включено арбитражным управляющим в конкурсную массу. Поэтому, если вы готовы расстаться с предметом залога, в данном случае автомобилем или квартирой, то можете смело подавать заявление на банкротство и списывать непосильные долги. Могут ли уволить за банкротство? Очередной миф, который активно распространяют службы взыскания банков и коллектора. Закон не устанавливает никаких ограничений на вашу трудовую деятельность при банкротстве. Более того, при процедуре банкротства вы будете получать с вашей официальной заработной платы прожиточный минимум на себя и на детей, установленный в вашем регионе. Поэтому работайте спокойно и списывайте долги. Никто вас за это не уволит. Что будет, если не платить микрозайм? Если вы перестали платить по займам в МФО, то сначала вам будут звонить и уговаривать отдать долг. Если это не поможет, через 3-4 месяца ваш долг передадут или продадут коллекторам. Коллекторы уже могут обратиться в суд за судебным приказом, который вы можете легко отменить. Далее, в зависимости уже от размера вашей задолженности, взыскатели могут подать исковое заявление в суд со всеми вытекающими из этого последствиями. Но, как правило, если долг небольшой, то коллекторам подавать в суд невыгодно. И в большинстве случаев они просто начинают пытаться взыскать с вас долг путем психологического давления на вас, ваших родных и близких. Вот, по сути, и все. Можно ли выкупить свой долг у банка? С точки зрения закона такого понятия, как выкуп собственного долга, не существует. А, следовательно, выкуп должником своих финансовых обязательств у кредитора не предусмотрен. На практике же довольно часто бывает так, что банк предлагает заемщикам выкупить их же долг через третьих лиц по договору цессии. Но здесь нужно очень внимательно и детально анализировать такие предложения. И желательно делать это с грамотным юристом. Поэтому надеяться на то, что кредитор предложит вам выкупить ваш долг за копейки, абсолютно бессмысленно. Лучше пройти процедуру банкротства и избавиться навсегда от долгового рабства. Могут ли посадить в тюрьму за долги по кредитам? Помните, друзья, если вы попали в сложную финансовую ситуацию и больше не в силах платить по своим кредитам, в этом нет состава уголовного преступления. Следовательно, привлечь к уголовной ответственности и уж тем более посадить в тюрьму за это вас не могут. На практике часто бывают случаи, когда кредиторы подают заявление в полицию на должников. Но важно понимать, что делают они это исключительно в целях психологического давления. Так что переживать по этому поводу точно не стоит. Что такое судебный приказ и стоит ли его бояться? В отличие от судебного решения, судебный приказ получить кредитору намного проще и, что самое главное, намного дешевле. При вынесении судебного приказа судья не вдаётся в такие подробности, как правильность исчисления суммы задолженности и точных сроков её образования. Вынесение судебного приказа происходит очень быстро. Кредитор получает его в течение 2-3 дней и далее уже обращается с ним к судебному приставу. Самое главное – это не пропустить судебный приказ и вовремя его отменить. На его отмену у вас есть всего 10 дней и отменяется он очень просто, поэтому бояться судебного приказа не нужно. Нужно ли ждать 3 месяцев просрочек, чтобы подать на банкротство? Многие юристы на консультациях почему-то говорят о том, что необходимо минимум 3 месяца ждать просрочек по кредитам, и только тогда можно будет подавать на банкротство. На самом деле это не так. По закону вы можете подавать заявление о признании вас несостоятельным, как только поняли, что в следующем месяце не сможете исполнять свои обязательства по кредитам. Сколько длится процедура банкротства? Если у гражданина нет собственности и имущества, кроме единственного жилья и официального дохода, то процедура банкротства длится 7-8 месяцев с момента подачи заявлений в арбитражный суд. Точные сроки процедуры предсказать довольно сложно. Например, загруженность суда или конкретного судьи могут такие сроки значительно растянуть. Исходя же из практики, в среднем процедура банкротства длится от 10 до 14 месяцев. Можно ли сохранить имущество при банкротстве? Первое, что необходимо знать, это то, что любое залоговое имущество при банкротстве будет изъято и продано в счет погашения долгов. Если же имущество не находится в залоге у вашего кредитора, то существует ряд легальных юридических схем, которые позволяют имущество сохранить. Главное обратиться к грамотным и опытным юристам, которые такие схемы знают и успешно применяют их на практике. Закроют ли при банкротстве выезд за границу? На практике такое происходит крайне редко. Выезд за границу при банкротстве может быть ограничен по ходатайству арбитражного управляющего или кредиторов. Окончательное же решение о целесообразности запрета на выезд за границу принимается исключительно судом. Но такое решение можно оспорить, подав встречные ходатайства с указанием веских причин для отмены такого ограничения. Например, выезд за границу с целью лечения. Какое имущество не заберут при банкротстве? Существует определенная категория имущества, которые при банкротстве неприкосновенны. В первую очередь, это, конечно же, ваше единственное жилье. Также при банкротстве у вас точно не заберут предметы обихода, личные вещи и т.д. Полный перечень такого имущества, на который не может быть обращено взыскание, перечислен в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. Как отменить судебный приказ? Судебный приказ отменяется путем направления возражения в тот же мировой суд, который этот судебный приказ и вынес. Составляете заявление об отмене судебного приказа, указываете в нем взыскателя сумму долга и на основании ст. 128 и 129 ГПК РФ просите суд судебный приказ отменить. Каких-то объективных причин для его отмены не требуется. Единственное, что необходимо помнить, так это то, что отменить вы его сможете в течение 10 дней с момента получения. Сколько стоит внесудебное банкротство через МФЦ? Самое главное, что нужно сделать перед тем, как подавать заявление о признании вас несостоятельным в МФЦ, это проанализировать конкретно вашу ситуацию и понять, подходите ли вы под процедуру внесудебного банкротства. После этого можете собирать все необходимые документы и подавать их в МФЦ по месту вашей регистрации. Вся процедура в данном случае полностью бесплатная и государственная пошлина не взымается. Какие сделки могут быть оспорены при банкротстве? Далеко не все сделки оспаривают при банкротстве гражданина. Прежде всего, необходимо понять, что вообще представляют из себя спорные сделки. Как правило, это сделки, совершенные с предметами роскоши, например, вторая недвижимость или автомобиль. Самое главное, такие сделки должны были быть совершены после допуска просрочек по кредитам. Такие сделки при банкротстве точно оспорят. Как проходят процедуры банкротства? Процедура банкротства физических лиц состоит из двух этапов. Первый этап называется реструктуризация долгов и второй – реализация имущества. Решение по каждому этапу процедуры вы будете получать заказными письмами. Также в любой момент вы можете обратиться к юристу, который будет вести ваше дело, и задать ему все интересующие вас вопросы. На сегодняшний день всю процедуру банкротства можно пройти дистанционно, без посещения судебных заседаний. Нужно ли платить налог при банкротстве? До недавнего времени подобные вопросы действительно возникали, но затем законодатель четко обозначил свою позицию, закрепив соответствующее положение в Налоговом кодексе Российской Федерации. На сумму списанных долгов, как и на доход, который был получен в результате реализации имущества должника, налог не начисляется. Банкротство или рефинансирование? Что же лучше? Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, необходимо тщательно проанализировать ваши финансовые возможности, а также понять, готовы ли вы к последствиям процедуры банкротства. Они, конечно, не столь серьезны, но все же они есть. Если вы к ним не готовы, то лучше рассмотреть вариант рефинансирования долгов. Благо на сегодняшний день на рынке довольно много интересных предложений, которые позволяют значительно снизить финансовую нагрузку, и если же вы поймете, что предложенные банком варианты вам совсем не подходят, смело подавайте на банкротство и списывайте непосильные долги. Каковы основные последствия процедуры банкротства? Последствий банкротства физических лиц не так много, а большинство граждан на себе их даже не ощутят. Наиболее значимое из них это то, что в течение следующих пяти лет вы не сможете повторно подавать на банкротство. В течение трех лет после признания вас несостоятельным вы не сможете занимать руководящие должности в юридических лицах. А также в течение последующих пяти лет не сможете брать кредиты без уведомления кредитора о том, что вы были признаны банкротом. Вот, пожалуй, и все основные весомые последствия. Спишут ли долги по кредитам при военном положении? В сегодняшних реалиях данный вопрос очень часто задают мне мои подписчики. Так вот, максимум при военном положении может быть введен мораторий на исполнение долговых обязательств. Но долги вам точно никто не спишет. Поэтому надеяться на это крайне глупо, так как военное положение никак не влияет на выплату долгов гражданам. Самым надежным способом полностью списать все имеющиеся у вас долги является процедура банкротства физических лиц. Иных гарантированных способов избавиться от непосильных кредитов просто не существует. Нужно ли вносить платежи по кредитам, если вы уже подали на банкротство? Немного странный вопрос, но тем не менее, этот вопрос довольно часто задают мне мои подписчики в комментариях. И ответ здесь очень простой. Конечно, не нужно, иначе какой смысл вообще банкротиться? Очень часто взыскатели при звонках своим должникам уверяют их в том, что якобы пока вас не признали банкротом, вы обязаны исправно платить по кредитам. Не ведитесь на эти сказки, друзья. Если вы четко решили списать долги через процедуру банкротства, то более выплачивать долги не нужно. И Федеральный закон о несостоятельности банкротства четко об этом говорит. Существует ли максимальная сумма долгов, которую можно списать при банкротстве? Законом не установлена максимальная сумма долгов, которую можно списать при банкротстве физических лиц. Кстати, минимальная также не установлена. Сумма долгов может быть хоть 50 тысяч рублей, хоть 50 миллионов. У нас был случай, когда клиент списал порядка 6 миллионов рублей, при этом сама процедура банкротства обошлась ему всего в 160 тысяч. Обязательно ли присутствовать на суде при банкротстве? Присутствовать на судебных заседаниях по банкротству не только не обязательно, но и вовсе не нужно, так как на сегодняшний день весь документооборот осуществляется в электронном виде. Единственное, куда вам нужно будет ходить, это на почту, чтобы своевременно получать судебные письма и отправлять необходимые документы. Что будет, если не платить по кредиту? Первое, что вас ждет в случае, если вы перестанете вносить платежи по кредиту, это звонки из банка с напоминанием о просроченном платеже. Далее, если вы так и не возобновите платежи, звонки начнут поступать на постоянной основе. Если звонки также не принесут результатов, то банк направит по вашему адресу регистрации своего представителя, так называемой выездной группы взыскания. Затем, через 2-3 месяца банк обратится в суд за судебным приказом. И если вы его не отмените, то исполнительный лист окажется на столе у судебного пристава. Пристав арестует все ваши счета и будет удерживать до 50% со всех ваших официальных доходов. Делать он это будет до полной выплаты вами за должности, включая гигантские штрафы и пение. Поэтому настоятельно не рекомендую доводить до этого, а рассмотреть возможность полного списания всех долгов через процедуру банкротства физических лиц. Пишите мне, мы вам обязательно в этом поможем. Работаем по всей России. Может ли банк списать долги? Долговую амнисию к определенному должнику банк применяет лишь в том случае, если понимает, что долг безнадежный. Если с должником не справился суд, судебный пристав и отдел взыскания банка. В этом случае банк может пойти на уступки и предложить должнику выкупить долг через третье лицо за 20-30% от суммы задолженности. И здесь очень важно внимательно изучить предлагаемый банком договор цессии и взвесить все за и против. Если и эта мера не приносит никаких результатов, то банк может такой долг простить, но бывает это крайне редко. Поэтому надеяться на списание долга банком особо не стоит. Что будет с кредитом после смерти должника? Нередки случаи, когда наследники вступают в наследство и в нагрузку получают долги умершего. Что же с этими долгами можно сделать и можно ли их как-то списать? Да, наследник может обратиться в арбитражный суд для признания умершего банкротом. Суд примет заявление и введет в отношении умершего должника процедуру банкротства. Правда, стороной в данном процессе будет сам наследник. При этом будет списана только та задолженность, которая была получена именно в наследство. Долги наследника, если у него таковые, имеются к этому делу, отношения иметь никакого не будут. Кто должен платить кредит после расторжения брака? Несмотря на изменения вашего семейного положения, по долгам все равно придется платить. Банки в этом случае долги не спишут, а пение и штрафы продолжат копиться. Чтобы пение и штрафы не начислялись на просроченную задолженность, рекомендую даже в процессе расторжения брака оплачивать обязательства по кредитам. И если ваш кредит был оформлен в браке, то ваш супруг будет также обязан выплачивать этот кредит. И в заключении хочу сказать, что банкротство является серьезным шагом, который может помочь решить многие финансовые проблемы. Однако перед тем, как подавать на банкротство, необходимо тщательно изучить все аспекты процедуры и получить квалифицированную консультацию юриста, так как каждый случай уникален и требует индивидуального подхода. Надеюсь, что сегодня я дал вам наиболее важные ответы, которые обязательно помогут вам лучше понять саму процедуру банкротства физических лиц. Если у вас остались другие вопросы, то смело пишите их в комментариях, обязательно отвечу и на них. Также хочу вам напомнить, друзья, если у вас имеются проблемы с кредитами, ни в коем случае не нужно отчаиваться и впадать в панику. Выход есть всегда. Действуйте прямо сейчас, обращайтесь к там, и мы обязательно поможем вам избавиться от кредитной кабалы раз и навсегда через процедуру банкротства физических лиц. Ссылка для связи со мной есть в описании к этому видео и в шапке канала. И, конечно же, обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы в дальнейшем не пропустить не менее интересные выпуски. Искренне желаю вам всех финансовый благ, друзья, и скорейшего решения ваших проблем с долгами. Субтитры создавал DimaTorzok